рассмотрим мы с вами узор вот такой сегодня он известный можно сказать относится к классике узоров с вертикальными полосочками и дырками но поскольку я его тестирую для своего конкретного изделия и на конкретных нитках мне важно знать как он будет смотреться вот делюсь с вами значит что мы здесь видим это классические вертикальные полосы которые формируются столбиками с накидом дырочки формируются естественно воздушными петлями и все вместе дает вот такой вот красивый результат смотрим сначала схему как мы будем вязать этот узор основа цепочка воздушных петель но здесь есть один нюанс на нем я расскажу ближе к концу ролика мы сначала рассмотрим всю схему а потом уже самую главную хитрость я вам расскажу так вот вяжем 3 петли подъема столбик с накидом столбик с накидом 2 воздушные петли пропуская две петли основы столбик без накида 2 воздушные пропускаем 2 петли основы 3 столбика с накидом и так далее до конца ряда второй ряд как мы формируем 33 петли подъема естественно когда нам надо развернуть столбики с накидами 5 воздушных три столбика с накидом 5 воздушных сейчас мы это все дело про вяжем но хитрость как я уже сказала чуть позже так вот этот ряд мы будем воспринимать как наш первый от него как говорится и пляж 3 петли подъема 1 2 3 столбики с накидами поскольку 3 петли подъема у нас выполняют функцию одного столбика мы вяжем всего два столбика с накидом связали 2 петли и воздушные связали 2 петли основы пропустили и 1 столбик без накида чтобы зафиксировать эти две петли воздушные раз-два-две петли воздушные 3 столбика с накидом 1 2 3 2 петли воздушные ну собственно это уже раппорт повторяется поэтому я так для закрепления 1 столбик без накида 2 петли воздушные 2 петли основы пропускаем и 1 2 3 столбика с накидом что будет дальше вы уже знаете 2 воздушные зафиксируем их спустя 2 петли основы вот так вот столбиком без накида 2 петли воздушные и 3 столбика с накидом 1 2 3 так вяжем до конца ряда 3 столбика с накидом 2 воздушные 1 1 столбик без накида через 2 петли основы 2 воздушные 3 столбика с накидом 2 воздушные 1 столбик без накида 2 воздушные 3 с накидом так до конца ряда мы провяжем вязав до конца ряда поворачиваем вязание 1 2 3 воздушные петли подъема 2 столбика с накидом и теперь просто 5 воздушных 1 2 3 4 5 мостик такое делаем и мостик этот фиксируем на наших трех столбиках с накидом 1 2 3 но собственно вот и все и так повторять до конца ряда 1 2 3 4 5 и 3 столбика 1 2 3 ну все и гоним до конца ряда 5 воздушных 3 столбика 5 воздушных 3 столбика вот теперь посмотрим на обещанный лайфхак на обещанную хитрость обещанная хитрость она здесь вот у нас вот в первом ряду обратите внимание самые дотошные из вас наверное уже заметили что первый ряд у меня не совсем связан обычно эта цепочка из воздушных петель у меня набрано не из одной ниточки а из той же но сложенные в два раза это обычная цепочка из воздушных петель но сложено два раза какие нюансы схемы здесь возникают у нас а такие что вот провязав цепочку двойной ниткой я там где начинаются столбики с накидом я уже перехожу на одинарную нитку делаю 3 петли подъема 2 столбика с накидом 2 воздушные петли своей одной ниткой я вижу а пропускаю всего одну петлю основы следующую петлю основы я уже делаю столбик без накида 2 воздушные петли своей одинарной ниткой и пропускаю всего одну петлю основы а три столбика с накидом у меня идут как и шли раз два три видите в полноценные петли основы одну петлю основы всего пропускаю 2 2 воздушные петли 1 столбик без накида 2 воздушные петли и всего одну петлю основы пропускаю хотя на протяжении всего узора дальше я буду пропускать вот здесь вот две петли основы и делать в третью столбик без накида 2 петли основы пропускать 2 петли основы пропускать только в первом ряду мы пропускаем всего одну петлю основы что нам это дает смотрите край получился как бы такой структурный более жесткий это как раз таки мне нужно для моего будущего изделия является ли этот лайфхак удвоить нитку для первого ряда для воздушных петель нет конечно же это не на всех узорах подойдет не на всех узорах так сложится пропорции что вот это вот двойная нитка там не не растянет узор или не испортит край но вот в данном узоре как раз таки это прямо панацея и в двойную нитку в два раза сложены конечно же тоненьким крючком 125 во втором ряду в одну нитку уже намного удобнее делать например те же столбики с накидом в петли основы все всем успехов приятного вязания